Всем доброго дня! Продолжаю тестирование комплекта BioLiz. На этот раз тестируем бублик, коврик и для сравнения мой вариант трифеляра и гибрида о котором у меня есть отдельный ролик. Значит начнем с коврика. Размеры у него около 60 сантиметров на липучках. Возможно это достаточно удобно окружать себя таким бандажом. Но тут по моему больше недостатков чем достоинств. Значит что он из себя представляет. Гибкая основа. Внутри так скажем плоская, разложенная по горизонтали и свернутая в V-образный вариант. Значит я как всегда буду смотреть своими датчиками. Пока без всяких осциллографов. Осциллографом будет отдельный разговор. Здесь я приглушил все, заклеил индикаторы. Потому что мы будем все это при низком освещении смотреть. Так как все таки сильно все засвечивается при таком. Вот я его включаю. Еще будет участвовать мой обычный усиленный генератор. Чуть позже. Вот пока я включил его на самый малый ток. И делаем максимальный. Вот свет я приглушу. И как видите вот эти все датчики. Они срабатывают на довольно большое расстояние. Даже этот. Это кстати мой новый датчик гибрид. Я уже его показывал в прошлый раз. Который показывает сразу и паразитное вот это излучение. Которое я всегда считал паразитным. И статическое полезное. Вот этот индикатор. Как видите при большой мощности он выдает и то и то. Но паразитное у него поле очень большое. Точнее объем. Который ему выдает. Если сильно приближать он вообще очень гасит сильно. Так вот таким датчиком если смотрим. Вот у нас пожалуйста так. Где-то когда его где-то около 1000. Это примерно уже как мой генератор работает на этой мощности. Вот примерно на такой же мощности. Ну и как видим потихонечку гасятся эти индикаторы. То есть делаю большую мощность. Чтобы показать насколько он эффективно работает. Хотя естественно это все надо потом будет уменьшать несколько раз. По мощности. Так как на таких мощностях я очень не советую работать даже вот с этим бандажом. Вот и неонки тут светятся как. То есть на большой мощности он конечно статик удает. Но эта мощность настолько большая. Что она уже становится с точки зрения радиоволн достаточно опасной. Поэтому я говорю что эти мощности не очень полезны. В таком случае. Тут баланс надо соблюсти. Конечно когда мы уменьшаем мощность. В первую очередь статическое излучение которое нам надо. Оно значительно больше падает. Нежели вот такое. Он даже работает на самых малых мощностях. Да еще раз напомню почему индикатор у меня именно сделан высокий. Чтобы он не сильно влиял. Потому что видите вот когда я кидаю такой. Сразу падает мощность. Ну и лишний раз напоминаю. В прошлый раз я уже об этом говорил. В общем система получается такая. Что здесь просто развернули плоскую. По площади. И разнесли вот так. От того что хорошо то или плохо. Что теперь можно ее заворачивать. Вокруг руки, ноги. И даже типа бандажа как пояс использовать. На самом поясе. Это довольно спорный вопрос. Потому что. В первую очередь. Когда вы так вот делаете. Естественно вы замыкаете. Вот здесь. Именно паразитное излучение. И в первую очередь. Это уже касается именно паразитного излучения. Когда вот. Идет воздействие. И сказать что это хорошо. Я не скажу. Как для меня. Это неудачная система. Ну вот тоже самое. Я могу включить. На свой генератор. Время. Современно. Он так. Будет выдавать. Как этот. При около. Одной. Тысячи. так что ситуация такая с этим ковриком возможно это чисто больше для маркетингового хода как рекламный трюк может это еще и хорошо вот какие мы крутые но практически это неудачная ситуация так как здесь излучение больше паразитное чем полезное конечно оно все равно будет давать пользу определенную я не отрицаю что да она будет давать помощь но ни в коем случае не делайте максимальные токи хотя здесь как я уже говорил об этом ни слова что это может быть опасно а это опасно и эта конструкция как мне кажется она не сильно надолго ее хватит потому что я так понимаю там обычный провод применен возможно мгтф в лучшем случае тем не менее он когда-нибудь и обломается в общем как по мне чисто для галочки чтобы было идем дальше теперь бублик или кто намотанном на витой паре довольно крепко да про частоты я забыл сказать этот коврик на 272 это вот на биолисе и 287 килогерц когда на моем генераторе да и полторы тысячи пикапарат у него емкость все-таки это же не катушка активная емкость хотя он не раз говорил вот теперь смотрим этот торт но он послабее работает конечно значительно так как на витой паре еле-еле горит тут даже вот даю максимальную мощность но опять же это вот недостаток всех этих вот торов на витой паре они не разгоняют достаточно нормальную мощность и генератор работает практически в холостую что у нас показывает этот индикатор мы видим что здесь вот слабовато все то есть я сделал максимально мощность вот где-то 500 миллиампер все это по нём хотя видите вот датчики все но работают достаточно на большом расстоянии а вот сюда нет статическое у нас тоже тут появляется вот но это опять же на очень большой мощности если его поддержать на этой мощности то этот торт явно перегреется вот мы буквально чуть-чуть его включили вот у меня тут 25 градусов уже 30 31 и он будет дальше повышаться пока не станет очень горячим тоже 32 то есть на большой мощности даже с таким ограничением он все равно сильно греется соответственно это понятно что нежелательно работать точнее заниматься с таким излучением когда этот излучатель уже перегревается уже довольно теплый буквально пару минут 34 в общем до 40 он точно дотянет если будем долго держать ну тут на нем ничего не будет засвечиваться на плоской нет не показал на коврике но там точно ничего не светит вот эти индикаторы не один засвечивается даже при большой мощности тут тоже самое да убираю свет значит так вот смотрим здесь она пытается что-то засвечивать на 5 же это все на большой мощности и он говорил тут пытается неплохо греть даже вот более при номинальных мощностях как видите вот что то есть на нем то есть он статику какой-то дает и это хорошо с одной стороны но нормальной мощности он не развивает то есть с него толку значительно меньше чем с нормальных но пойдет опять же я не говорю что он бесполезен нет он дает какие-то возможности но эффект не тот так на этом я не буду своим показывать и так понятно так что видите мощность у него получается не дотягивает из-за конструктива кстати емкость у него 800 пик вот совсем уже теплый 41 42 видите вот буквально всего ничего так теперь смотрим мой трефелят на этой конструкции делаем полную мощность вот тут видите что творится все полыхает конечно да и тут видите развивается мощность нормально вот я даю вот один ампер и еще есть возможность дальше крутить то есть он тоже конечно будет перегреваться при таких мощностях но видите ли что тут буквально все светится по максимуму и довольно спокойно вот это декоратива сюда не очень и как видите вот все спокойно тут все лампы загораются вот при тех же мощностях при тех же возможностях этого прибора всего-навсего три филляр на мгтф по моей конструкцию и вот видите какая разница конечно он будет греться 34 пока что так покажу на своем генераторе на котором я обычно показываю вот вот То есть, это почти два раза меньше, чем этот на максимальной мощности, что я показывал. Здесь вот пытается что-то делать. Тут уже сложнее лампы зажигать. Можно увидеть, что они пытаются гореть. Просто надо зажечь. Так, вот это у нас трифеляр. А теперь всё то же самое, но гибрид. Делаю полную мощность. Так, я это так сделаю, чтобы не засвечивало. И смотрим, что у нас здесь. Вот, всё то же самое, но теперь что мы имеем? На каком расстоянии? С лампами вообще тут, как видите, что творится. То есть, всё полыхает при тех же, параметрах. Я почему я вам всё это показываю, объясняю. Что имея небольшой мощности генератор, ну например, вот такой гибрид, вы получаете толку значительно больше, чем вот такого с большой мощностью. Соответственно, большая мощность, особенно паразитными излучениями, влияет отрицательно, значительно больше, чем вот в таком случае. То есть, вы имеете запас огромный. Вот, ну а теперь ещё покажу, что не показывал, по-моему, ещё. Вот такая вот система. То есть, вот эта вот лампа, это индикатор, если помните газоразрядный индикатор неоновый, который применялся в лавтерах там и так далее, всяких на 220. И вот смотрите, как оно показывает красиво нам всё. Как раз вот показывает именно вот одно, вот это один излучатель фольга и другой излучатель фольга. И вот между ними, видите, вот получается нейтральная зона. Вот тут он. И вот так можно. И вот так. В общем, чувствуется разница. Всего-навсего дополнить этот аппарат более эффективными излучателями и вы получаете при значительно меньших мощностях большие возможности. Как видите, видите, какой ток даю. Практически даже никакого. Вот всё. Почти ноль. И сами видите, что всё работает. А на больших, то вообще уже на каком расстоянии. Та же ситуация. И возможность вот такого статического излучения, так называемого атмосферного электричества, вы получаете гораздо больше пользы, чем от этого. Вот индикатор, там внутренний индикатор, он тоже не касается лепестков, он как бы через ёмкости идёт. То есть лепестки рядом у него проводники лежат. Я уже показывал это. И видите, всё светится. Даже при минималке. Абсолютной минималке. То есть здесь сейчас мощность раза три. То есть здесь показывает 100 миллиампер. Ну вот раза три-четыре меньше, чем обычный генератор на ТДА7056. И он работает. А уже вот такие вот вещи, они фактически с них толку уже никакого. Хотя на малых токах тоже проводят эксперименты. И ребята говорят, да у них хорошо получается. Но вы сами видите, что паразитного хватает. В общем я проверил сравнительный анализ этой системы вот к двум видам излучателей. Значит бублик, я считаю, надо дорабатывать как внешне, эргономически. Потому что это не дело. Это я могу себе позволить его изолентой замотать вот так вот. И кому-то дать поиграться. Но когда промышленный вариант, то вот такой вот недопустимо. Обязательно надо его в какую-то оболочку прятать. Это само собой. С ковриком вообще я считаю, он совершенно неправильно сделан. То есть там максимум негатива, минимум позитива. Да, он работоспособен. Да, он может какие-то там вносить возможности. Но баланс положительного отрицательного у него значительно больше в отрицательное. Так что вот такой вот сегодня обзорчик. В следующий раз я наверное все-таки к посохам подключусь. Просто мне надо уже из этой комнаты выходить. Использовать больше помещения. Ну и еще инструкцию. Может быть сейчас ее распечатаю. Даже не знаю. В общем вот на сегодня пока все. Да, и сразу хочу сказать. Тем, кто смотрит и им не нравится то, что я делаю. То, что я показываю. Там нудистика для них какая-то. Там что-то я не то им показываю. Ребята, идите лесом. Я что хочу, то и делаю. Это мое абсолютно добровольное дело. Я никому ничем не обязан. Я нашел время. Показал. Нет у меня времени. Ребята, в другой раз. И не надо мне показывать куда мне идти. Иначе я вас тоже буду посылать. Все. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.